Я казаченок Вячеслав Евгеньевич, начальник историко-архивного отделения Центрального аппарата Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Я вышел с чистым белым листом, изначально полагая, что это будет наша общая такая акция, мирная, естественно, в рамках законодательства. Лист олицетворял в моем утреннем представлении нашу совесть чистую, нашу Беларусь чистую, свободную от пролития крови. И все, что мы хорошее связывали, возможно, начать с нового листа нашу общую историю строительства нашего государства. После встречи с министром я понимаю, что этот лист, это, скорее всего, приказ о моем увольнении. Заявление сам писать, конечно, я не собираюсь. Я люблю свою работу, люблю свою родину. К сожалению, слово родина и государство господин Макеем, ну я так понимаю, его понимание, это разные вещи. Он сказал, что мы все люди государственные, давали присягу, наняты государством, а не какой-то личностью. Поэтому, если кто-то не согласен с политикой государства, должен написать заявление. Он сказал, что это его такая мужская позиция, он бы поступил так же. В ответ я попросил перед коллегами дать мне пару слов, поскольку я виновник всей этой ситуации. Он сказал, что у них шоу устраивать он не хочет. Но, к сожалению, монолог одного человека в традициях нашей системы государственной. Я бы просто хотел сказать господину Макею, что бояться очень страшно, но совесть, по-моему, и вера в Бога, и справедливость, она должна быть. И никто сейчас не говорит, если чиновники боятся у некой мифической иллюстрации или отбора имущества, дележе, никто, по-моему, сейчас к этому не призывает. Поэтому, естественно, что у каждого есть право выбора ставить в сторону народа и остаться человеком, либо же, не знаю, что там дальше будет. Глава государства, если вот так можно назвать, он сегодня сказал, что пока я жив, выборов новых не будет. Поэтому надо полагать, что эскалация конфликта будет только нарастать. И мне реально страшно, я прошу следить за моей дальнейшей судьбой. Послезавтра у меня день рождения, я хотел бы его встретить с коллегами на рабочем месте. Продолжение следует...